Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря ежемесячный отчет ОПЕК по соотношению к балансу на рынке нефти. Спрос и предложение – это важные критерии, которые нужно будет оценить. Тем более, что с некоторых пор мы сохраняем выжидательную позицию по нефтянке и ждем, чтобы идеально сложились фундаментальные условия, может быть, даже с учетом еще и технических уровней, для того, чтобы повторно ввязаться вот в эту игру, открыть сделку и ждать отработки целевого ориентира. В 12.15 по GMT заседание Европейского центрального банка. Очень важное событие для евро. Я вас предупреждал, что европейская валюта вряд ли выстоит под фактом укрепления доллара. Но если Европейский центральный банк в лице Лагард будет щедр на комментарии о том, что уместно начать смягчать национальную монетарную политику, то евро довольно быстро окажется в числе еще больших аутсайдеров и обновить локальные минимумы. В 12.30 по GMT ждем индекс цен производителей. Это промышленная инфляция, продолжение отчета по индексу потребительских цен, который мы анализировали вчера. Учитывая те цифры, которые мы получили, я практически уверен, что сегодня индекс цен производителей снова окажется на многомесячных уровнях, максимумах и, соответственно, еще больше убедит сомневающихся трейдеров в том, что, скорее всего, американский регулятор будет вынужден перенести сроки первого снижения ключевой процентной ставки за июль. Может быть, это июльское заседание или даже потенциально позже. Ну, об этом еще поговорим. И в 12.45 по GMT пресс-конференции главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Возможно, сам факт заседания ИЦБ, когда будут опубликованы решения по ставкам, не станут источником повышенной волатильности евро, но все внимание будет на то, что скажет Лагард. Потому что, если она не уточнит перспективы снижения ставки в ближайшем месяце, я думаю, что журналисты, которые будут присутствовать на пресс-конференции, обязательно зададут нужные вопросы. Потому что хочется понять, что будет с ставкой Европейского центрального банка в мае и в июне. Ну, давайте теперь по порядку. Индекс доллара 104.95. Мы достигли нашего долгосрочного целевого ориентира 105 пунктов. Частично я сделку длинную закрыл, еще какая-то позиция части позиции осталась. Я по-прежнему оптимист касательно перспектив доллара. И поскольку, судя по всему, мы выиграли еще один месяц после выхода данных по инфляции того, что политика будет оставаться жесткой, может быть, даже американская валюта попробует протестировать уровень 106 и 107. Предпосылки для этого есть. Напомню, что когда мы готовились к отчету по инфляции, мы, конечно же, следили за тем, как меняются рыночные настроения и как рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне. До выхода данных по инфляции вероятность снижения ставки в июне была 50%. Это все равно существенно ниже, чем, например, за неделю до этого, когда трейдеры были уверены в этом, больше оценивали вероятность снижения ставки в 67%. Но предварительно мы понимали, что отчет по инфляции точно повлияет на перспективу американской денежно-кредитной политики. И, может быть, если будут сюрпризы, которые, собственно, и последовали, американский регулятор может скорректировать планы по смягчению экономической политики. Буквально за несколько дней до выхода данных по инфляции уже несколько представителей американского регулятора Боуман, Дели, Логан и Лоретта Мейстер отметили, что шансы на смягчение политики на ближайших двух-трех заседаниях, они ничтожны, малы из-за крепкого рынка труда и сохраняющихся инфляционных рисков. Но мы все равно решили дождаться отчета по инфляции, потому что это фактические цифры, и это хорошая база, чтобы аргументировать свое решение, либо свою точку зрения, почему американский регулятор будет откладывать все решения по снижению ставки. И по факту получили цифры, которые превзошли ожидания экспертов. Фактически рост инфляции в прошлом месяце 3,5% со 3,2%. Базовая инфляция, которая, по мнению многих, 100% должна была снизиться, осталась на прежней отметке 3,8%. Основной индекс потребительских цен растет 3 месяца подряд. Поэтому делаем вывод о том, что правы были те, что те трейдеры, те эксперты, те аналитики, те представители Федрезерва, которые уже за неделю до выхода данных по инфляции готовили нас к тому, что выжидательная позиция, она обязательна сейчас. Федрезерву не стоит торопиться, статус-кво, нет абсолютно никаких оснований для спешки, поскольку преждевременное снижение ставки в текущих условиях может привести к куда более пагубным последствиям, нежели чем затянуть, опять же, с высокой процентной ставкой. И ставка останется высокой в течение длительного периода времени. И теперь снова отсылка на инструмент FedWatch Tool. Сейчас вероятность снижения ставки в июне не 50%, уже а 17%. И, как вы понимаете, друзья, при такой вероятности не стоит рассчитывать на то, что ставку снизят в июне. Смотрим уже на следующее заседание Федрезерва после июня, но до этих пор у нас куча времени, чтобы последить за тем, как американская валюта будет навязывать лидерство своему всему рынку. Поэтому ждем дальнейшего роста доллара. По золоту 2343 доллара за тройскую лунцию. Доходность американских облигаций, как вы понимаете, вчера влетела в космос, 4,53% по десятилеткам, сантимент 50 на 50. Я думаю, что будет хорошая возможность, чтобы продать золото. Но я все еще не решаюсь это сделать, потому что сегодня с азиатской сессии золото снова прибавляет. Видимо, по-прежнему не пугается из-за высоких показателей доходности облигаций. Да и сантимент пока не вырисовал новую картинку, чтобы мы могли точно сделать акцент на трейдинг против большинства. Давайте ждать более оптимальных точек ввода. Доллар иена 152,94. Но, как вы понимаете, мы и здесь достигли нашей цели 153 иены за доллар. Теперь, друзья, нужно полностью выходить из этой сделки, потому что вероятность валютных интервенций вмешательства со стороны Минфина и Банка Японии высока, как никогда. И я думаю, что на таких уровнях последуют не просто вербальные интервенции. Банк Японии и Минфин реально вмешаются в то, что происходит. И в этом случае коррекция пары в моменте может превысить полтысячи пунктов. Но при этом я не призываю широтить с текущих уровней, потому что сантимент не изменился. 20% трейдеров, то есть подавляющее меньшинство, также остается в длинных позициях. Но мы уже хорошо заработали на этой сделке, поэтому предлагаю из нее выйти. Доллар Канадец. Здесь также достигнут целевые ориентиры 1,3650, текущие котировки 1,3680. Банк Канады сохранил процентную ставку на прежнем уровне, но мы ждали мягкой риторики от Тифа Маклима, руководителя Банка Канады. Эта риторика последовала, потому что Маклим, по сути, анонсировал снижение процентной ставки в июне. Доллар Франко 0,9125 здесь пока не достали до нашей цели. Наш целевый ориентир 0,92, но это очень консервативная валютная пара. И мы туда придем, потому что теперь контраст политика Национального банка Швейцарии и Федрезерва стал еще более выражен. ФРС будет и дальше откладывать снижение ставки, а Национальный банк Швейцарии на фоне значительного прогресса в ослаблении инфляции точно снизит ставку снова на одном из ближайших заседаний. Биткоин, ждем новые максимумы, текущие котировки 70 500. Европейская валюта 1,0744, заседание ЦБ на завтра. И здесь интересный нюанс заключается в том, что мы делали ставку на то, что Европейский Центральный Банк должен опередить, исходя из экономических условий, Федрезерва в вопросе смягчения экономической политики. И ждали, что снижение ставки будет до июня. Но даже если Европейский Центральный Банк в текущих условиях снизит ставку в июне, получается, он все равно опередит ФРС, потому что американский регулятор уже вряд ли пойдет этот шаг в ходе июньского заседания. Шортим евро с целями 1,0650-1,06. И британская валюта 1,2545. 45 пунктов до нашего целевого ориентира 1,25. Я думаю, что мы его точно добьем в рамках этой недели. Завтра у нас в качестве запасного варианта в плане фундамента, чтобы отработать эту идею, данные по ВВП и промышленному производству. Статистика, думаю, точно разочарует. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok